И дальше мы можем уже установить, собственно, систему охлаждения. Значит, что мне для этого понадобится, значит, коллеги, для этого мне понадобится, собственно, сам радиатор вот с вентилятором, вот он у меня, вот такой вот. И, соответственно, здесь есть два режима, вот этих вот, два режима этих вот креплений. Значит, это у нас, по сути, покажу, как это работает. Это у нас, по сути, такая вот защелка, да, то есть мы его вот так просто вдавим, вдавим вот таким вот образом. И, соответственно, вот эти ножички разогнутся у нас и, соответственно, будет держаться на плате. Вот, поэтому сейчас я вам это все буду показывать и будем все устанавливать. Значит, перед тем, как устанавливать, собственно, сам радиатор, нужно на процессор нанести термопасту. Давайте мы, собственно, это и сделаем. Значит, термопасту у меня в компании Титан. В комплекте, значит, идет такая вот лопаточка, шприц и, соответственно, давайте я всем этим делом воспользуюсь. Так, достаем, достаем и лопаточка тоже пригодится. Так, 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 что мы делаем дальше. Значит, снимаем, снимаем заглушечку, вот, со шприца и, собственно, начинаем наносить термопасту. Значит, термопасту нужно наносить немножко, чуть-чуть. Вот, вот таким вот образом, я думаю, больше мне ее не понадобится. И следующий этап, это я возьму, собственно, лопаточку и потихоньку это дело все размажу по всей поверхности, вот, вот этой металлической поверхности процессора. Так, 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 густая паста, это хорошо. Значит, нужно наносить равномерно, равномерно, так, чтобы вот по всей поверхности процессора равномерно все разошлось. Значит, что будет, если неравномерно? Ну, будет плохо, да, поэтому надо, чтобы было равномерно, приблизительно вот так вот. Вот, если даже где-то будет чуть больше, чуть меньше, то ничего страшного. Дело в том, что когда вы будете, вот, крепить, вот, радиатор, систему охлаждения, то, собственно, вот, она выдавится, да, то есть, лишнее все выдавится на это, обратите внимание. Вот, и, соответственно, вот таким вот образом я это дело все размазываю. И, в принципе, у меня все готово. Так, идеально получилось, значит, получилось, все у меня вот так вот это дело размазалось. Так, ну что, классно, поехали дальше. Значит, следующий этап, что я буду использовать, это ставлю систему охлаждения. Значит, коллеги, на что нужно обратить внимание? Это, куда выйдут провода, вот, значит, у нас есть два варианта, устан, даже три, можно так поставить, можно так поставить, можно так, она симметричная, да, то есть здесь квадратная. Поэтому, если вы выбираете, то посмотрите, куда лучше для проводов, да, то есть, если я вот так вот поставлю, то провода, соответственно, будут здесь вот, чтобы они у вас не телепались по всему, вот, компьютеру, по всему корпусу, вот, вот это все дело нужно вот таким вот образом установить. Установить. Ну что, давайте я выберу вот такой вот вариант установки, то есть, чтобы было максимально близко к питанию, да, питание у меня находится вот здесь вот. Так, ну что, поехали, значит, что мне нужно? Мне нужно прицелиться, да, то есть вот этими вот, 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 ножками я должен попасть вот, собственно, в эти вот отверстия. Соответственно, давайте мы это дело попробуем, вот, попасть, так, есть, с одной стороны есть, и с другой, по сути, тоже есть, то есть, все у меня, вот, получилось, все попало. Значит, следующий, вот, уже щелкнуло, все нормально. Значит, следующий этап, коллеги, как, собственно, крепеж этот вот, значит, как прикрепить его? Значит, здесь вы придавливаете вот таким вот образом и по диагонали, по диагонали просто вдавливаете вот эти вот клипсы. Я вот обращаю внимание, что только по диагонали, да, то есть я вот два сделал, теперь я давлю вот здесь вот и, соответственно, с этой стороны клипсу удавил, вот, и с этой стороны тоже. Вот, собственно, они у меня все вдавлены и, собственно, все держится, все держится. Значит, что важно еще, нужно не забыть, не забыть подключить питание для охлаждения. Значит, вот здесь вот на самом этом вот разъеме есть вот такие всякие выступы и на это обратите внимание, да, выступы вот здесь вот они есть и есть тоже вот здесь вот такие тоже выступы. Поэтому вот силы ничего не вдавливайте, посмотрите, куда что должно попадать и вот таким вот образом мы это дело все включаем. Значит, да, проводочки нужно красиво уложить, потому что они вот так вот расплетаются, чтобы все это дело ни за чего не цеплялось и, соответственно, было очень аккуратно. Так, есть и, соответственно, дальше я его заберу вот сюда, где-то вот сюда, ну, потом свяжем. Значит, следующий этап, коллеги, значит, раз мы уже перешли к проводам, значит, следующий этап, это мы подключаем питание уже материнской планты. Так, это будет сюда. Значит, для этого нам нужно включить вот этот вот разъем 24-контактный вот в эту вот колодочку. Мы его включаем, надавливаем так, чтобы щелкнула защелочка. Значит, защелочка вот она, видите, вот здесь вот есть защелочка, вот такая вот, видите, клипса, да, и она, соответственно, будет цепляться за здесь, за такой уголочек. Значит, давайте мы это дело тоже все установим. Так, вот таким вот образом. Вот, вот, и надавливаем, и все должно у нас установиться. Установиться, 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 установиться. Так, ну что, все установилось, прекрасно. Значит, что еще здесь нужно включить? Значит, коллеги, нужно еще подключить питание для процессора. Вообще, обратите внимание на то, что все разъемы имеют где-то вот какой-то скос, там, да, вот как вот здесь вот, например, да, то есть одна из сторон, она скошена. Соответственно, к чему это приводит? К тому, что вы не перепутаете вот таким вот образом, то есть вы никогда ничего здесь не перепутаете. Поэтому обратите внимание, где скосы. Что это означает? Это означает, что силой давить не нужно. Нужно посмотреть, где у вас, какая сторона скошена. И, соответственно, включать таким образом, чтобы скошенная сторона попадала, вот, вот как-то там попадала, да. Соответственно, вот, если я пытаюсь как попало включить, то у меня, понятное дело, как попало ничего не включается. То есть заходит только в определенном порядке. Так, это мы включили. Так, это здесь питание. Так, это мы потом свяжем. Значит, что еще важно? Вот здесь вот у меня есть такой вот тоже разъемчик. И сюда включается это питание на вентилятор. Вот у меня здесь вентилятор, который будет выгонять отсюда теплый воздух вот наружу. И, соответственно, здесь я тоже его включаю. Включаю вот сюда, где написано SIS-FAN. Вот SIS-FAN, да, SIS-FAN, да, SIS-FAN, это системный вентилятор. Так, включаем. Включаем. Включили, прекрасно. Ну, и теперь давайте уже приведем провода более-менее к порядку, чтобы они не торчали куда попало. Значит, я вот этот вот вентилятор пущу вот здесь вот, вот возле системы охлаждения, вот таким вот образом, чтобы ничего не мешало. Вот, дальше, следующий этап, вот эти провода, я их тоже хочу связать, чтобы они у меня тут не торчали, ни за что не цеплялись. Вот, давайте мы это дело все свяжем. У меня здесь есть вот такая вот скруточка. Я это делаю сейчас, все возьму вот таким вот образом. и, как говорится, свяжу, свяжу, чтобы ничего тут не болтыхалось и ни за что не цеплялось. Так, 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 так. Вот таким вот образом мы это дело все связали. Так, прекрасно. Значит, следующий этап, коллеги, это нужно установить оперативную память. Значит, оперативная память вот имеет такой вот вид. Это у меня планка на 8 гигабайт. Вот здесь вот написано 8 гигабайт. Обратите внимание, PC3 DDR3, да, то есть это стандарт DDR3. Чем отличаются стандарты? Они отличаются вот этим вот разрезом. То есть, в зависимости от того, какой у вас стандарт, разрез может быть или ближе в одну сторону, или дальше в другую, да, то есть смотря где. Вот, то есть что это означает? Это означает, что эти все стандарты между собой несовместимы. То есть, DDR несовместимы с DDR2, DDR3, DDR4 между собой несовместимы. Разное количество выводов, разное напряжение питания. Поэтому нужно обращать внимание на этот вот разрезик. Это он называется ключом. Соответственно, перед тем, как устанавливать, посмотрите, где этот ключ. У меня, собственно, видно, что он на плате находится вот здесь вот. Вот здесь вот. Значит, что мы делаем? Мы открываем вот эти вот лапки. Вот первую планку и вторую. И, соответственно, сюда будем устанавливать. Значит, как мы устанавливаем? Вот таким вот образом ставим. Вот ставим вот таким вот образом. Вот таким вот образом ставим. И потом нужно надавить одновременно с обеих сторон. Вот так вот. Вот чик. И, соответственно, лапка у нас закрылась, захлопнулась. И с этой стороны тоже, видите, она у нас захлопнулась. Дальше то же самое делаем и со вторым разъемом. Значит, я беру вторую планку памяти. Тоже смотрю, чтобы ключик попадал вот сюда вот. Вот. И, соответственно, тоже мы это дело все устанавливаем. Так, вот так вот. Раз. И здесь вот два. И надавливаем одновременно. Чик. Все установилось. Так, планки памяти поставились. Все прекрасно. Так, поехали дальше. Значит, следующий этап – это установка SSD диска. И, наверное, всяких разъемов. Давайте начнем с разъемов, потому что провода тут валяются, они мешают, за них цепляешься и так дальше. Значит, начнем мы с разъема, внешнего разъема, аудиоразъема. В фронт-аудио, да, то есть это разъем, который снаружи вот здесь вот микрофон можно подключить, там наушник, там спереди, это передняя панель корпуса, да. Значит, что важно, коллеги, обратите внимание, то, что вот здесь вот на разъеме нету одного отверстия, да. То есть это опять-таки ключ, это чтобы вы не перепутали вот так и вот так, то, соответственно, с одной стороны нету отверстия. Поэтому посмотрите, пожалуйста, вот на этот вот разъем и, соответственно, будет видно, где у вас там нету этого отверстия и, соответственно, таким вот образом и устанавливать. Значит, я вот посмотрел и нужно мне устанавливать, нужно мне устанавливать вот таким вот образом. Так, установил. Значит, следующий разъем, который мне нужно устанавливать, это USB, да. Вот у меня есть USB подписано. И в USB точно так же, вот уголочек, видите, без отверстия. Поэтому нужно посмотреть, на каком разъеме USB нету вот здесь вот уголочка. И, соответственно, мы таким образом и будем это дело все устанавливать. Так, установил. Значит, следующий разъем USB, то есть у меня тут несколько разъемов USB, вернее, картридер. Вот, так, а где картридер делся? Вот картридер. Вот картридер у меня тоже USB написано. Вот SDMMC, да. Это у меня картридер. И тоже, обратите внимание, одного уголочка нету. И я его тоже беру вот таким вот образом устанавливаю. Так, или давайте USB в USB. Вот так вот получили, чтобы были они. А вот картридер включен в USB 2. USB 2. Так, включили. Прекрасно. Значит, поехали дальше. Это у нас разъем будет SSD диска. Соответственно, SSD у нас 0 разъем, SSD 0, SATA 0 находится вот здесь. Вот это самый первый разъем SATA. Значит, опять-таки, обратите внимание, здесь есть всякие уголочки, скошенки. Вот, поэтому, как правильно устанавливать это? Вот таким вот образом и должно щелкнуть. Так, щелкнуло. Прекрасно. И у нас остался вот такая вот косичка всяких кнопок. Reset, Power, Button, Switch, HDDLED. То есть, вот это все дело тоже нужно подключить. Значит, подключается это дело вот в эту вот колодочку. Единственное, что я слеповатый, да и вам, наверное, не очень хорошо видно. Поэтому я возьму инструкцию и, собственно, как говорится, почитаю в инструкции. Здесь ведь на самом деле все расписано, где какие кнопочки, где что находится. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Значит, смотрим. Где у нас тут начало? Так, 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 так. F-Audio. Так, это мы уже установили. Так, USB установили. LPT. Так, это нам не нужно. А где же нас? Где же нас? Где же нас? Вот. F-Panel. Значит, давайте посмотрим более детально. Значит, передний фронт панель, да, передняя панель. И, соответственно, что у нас здесь вот есть? Давайте детально посмотрим. Соответственно, здесь все выводы расписаны. Вот, поэтому написано даже, где плюс, где минус, если вы там светодиоды будете подключать. Там PowerLED, там, да, то есть, все это дело можно вот так вот брать и включать. Давайте детально посмотрим. Значит, я начну с разъема PowerLED. Это у меня разъемы, это у меня выводы 1 и 2 PowerLED. И я сейчас их найду и, соответственно, тоже включу. Значит, смотрим. Смотрим, где у меня PowerLED. Вот он у меня PowerLED. Значит, он у меня есть с плюсом PowerLED и есть с минусом. Вот, собственно, я достал его, выплел с косички, да, PowerLED плюс, PowerLED минус. Соответственно, плюс у меня находится, находится вот сюда, вот ближе, ближе к началу разъема. Плюс у меня зеленого цвета, да, я его вот так вот беру и устанавливаю. Так, поехали дальше. Значит, следующее, что мы смотрим, это, это кнопка Power, вот, PowerLED, соответственно, давайте мы ее туда и, соответственно, поставим. PowerLED и вот, собственно, это следующее. Третьи, четвертые разъемчики, да. Значит, давайте мы тоже их поставим. Значит, я ищу PowerSwitch. Вот PowerSV вот нашел у меня. И, соответственно, за, за, за светодиодом питания я ставлю PowerSwitch. Так, вот таким вот образом. Раз, поставил. Прекрасно. Ну, теперь у меня тут осталось, вот, HDLED и, собственно, кнопка сброса, да. Значит, смотрим, где у меня находится HDLED. Он находится у меня снизу. И плюс идет, и плюс идет вперед. Красный плюс. Соответственно, давайте мы его вот так вот и включим. Так, есть. Значит, следующее и последнее, что у меня осталось, это Reset. Последняя кнопка сброса. Так, единственное, она у меня тут и так заплетлась. Я ее сейчас попробую вот так вот достать, достать на эту сторону. Вот, достал. Прекрасно. Ну, и теперь я дальше сюда это дело все включаю. Так, включаю, 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 все включил. Так, прекрасно. Вот такая вот картина, собственно. Вот у меня все собралось таким вот образом. Так, поехали дальше, коллеги. Значит, следующее. Так, инструкции мне больше не нужна. И последнее, что мне осталось, это снять вот эту вот часть корпуса и установить туда SSD диск и, собственно, все. Давайте мы это сейчас сделаем. Значит, я раскручиваю корпус более сильно. для нишу, нишу, нишу для, для, так, есть, так, есть. Так, есть, есть. Значит, что дальше? Дальше мы открываем и, собственно, достаем. Да, вот здесь вот так это все у меня внутри выглядит. Соответственно, что дальше? Я вижу, что у меня здесь вот ниша для трех с половиной дюймовых жестких дисков. Вот. Ну, у меня SSD диск два с половиной дюйма. Вот, видите, да? То есть, вот здесь вот будет совсем болтаться. Для этого я буду использовать вот такой вот переходник, вот такое вот крепление, чтобы это дело все вот установить. Значит, давайте мы его так вот сюда поставим. Вот так вот раз. И здесь вот так вот захлопнем два. Ну, и, соответственно, сюда это дело мы сейчас установим. Да? Вот таким вот образом мы сейчас это дело все... Так, где-то что-то перегнуло. Вот таким вот образом установим. Ну, что? Давайте устанавливать. Значит, что мне для этого потребуется? Мне потребуется саму резики. Четыре штуки. Вот они у меня уже есть, приготовленные. И, собственно, отверткой я это дело все буду вот вкручивать. Так, есть. И дальше мы это дело все вот так вот. Опачки. Значит, коллеги, если падают какие-то у вас, значит, саморезы внутрь корпуса, нужно обязательно достать. Потому что иначе будет короткое замыкание, что-то где-то замкнет, и, собственно, плохо все закончится. То есть ваш компьютер вот просто-напросто возьмет и загорит. Так, загорит, загорит, загорит. Так, 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 так. Так, 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 так. Что ж такое? Что ж такое? Так, саморезы. Ну, вот саморезы не очень удобно скручивать, потому что они саморезы, они сами наживляются. Так, так, все есть. Один пошел. Опять-таки, коллеги, сильно не натягивайте, не затягивайте. Сначала нужно все наживить, наживить, а потом уже затянуть. Значит, если вы вот монтируете жесткий диск, то жесткий диск вообще нельзя сильно перетягивать, потому что можно что-нибудь смирить.